В Димитриевскую родительскую субботу митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл совершил литургию в храме на Крови. Вместе с архипастырем в храме в этот день собрались сестры милосердия со всей Екатеринбургской митрополии и духовники сестричеств. 1 ноября отмечается день рождения преподобной мученицы Елизаветы Федоровны. К этой дате по традиции сестры превращивают встречу с архиерейской службой, а после богослужения в рамках регионального этапа рождественских чтений прошла конференция, посвященная истории сестричеств и социальному служению в наши дни. Около 150 сестер молилась с митрополитом Кириллом в этот раз. За литургией состоялось посвящение всестры милосердия. Сегодня меня сам митрополит Кирилл посвятил всестрам милосердия. Я служу в храме Цивительница при 23 больнице. Помогаем мы сестрами милосердиями, больным, пожилым людям, ухаживаем за ними, принимаем записочки о здравии, о упокоении, записочки на причастие. Это посвящение поможет мне дисциплинировать себя. Я уже два года посещаю Дом инвалидов на избирателей. Там приходится делать разную работу и общаться, и помогать. Сегодняшнее событие, конечно, наносит на мою работу, на эту деятельность, на мою дополнительную ответственность. Особенностью богослужения стало участие в нем сестринского хора «Сестричество во имя великомученика и целителя Пантелеймона». Сестры исполнили несколько песнопений. Сестринский хор действует уже третий год, но на архиерейской службе мы поем впервые. Для нас это большая радость и честь. В завершении службы были вознесены особые молитвы об усопших. И всегда, когда мы имеем возможность прийти в Божий храм, то надо всегда помнить о том, что мы приходим не только для того, чтобы поскорбить о себе самих, или вообще о тех наших родственниках, которые нас окружают и создают нам те или иные печали и скорби нашего сердца. Но и мы приходим еще и сюда для того, чтобы упомянуть наших близких, кто уже не может прийти в этот Божий храм, но кто возможно сегодня как никогда нуждается в наших молитвах, нашей помощи, в нашем обращении к Богу за прощение их грехов. После службы Владыка благословила очередную группу сестер на обучение в Свердловском областном медицинском колледже. В этом году осваивать основу ухода будут 20 человек. Владыка Кирилл специально подошел к новой группе студентов областного медицинского колледжа. Сказал, наверное, важные слова, что большая ответственность лежит на всех нас. И очень важно те знания, которые мы получим дальше, уже использовать на благо церкви. А затем сестры собрались в конференц-зале храма на крови на секцию, посвященную истории сестричеств милосердия. Речь шла о том, как сестринское служение возникло и развивалось в церкви, как сегодня создавать и поддерживать сестричество. В конце форума состоялось награждение сестер, особо потрудившихся на ниве социального служения.